В Молдове нет причин для роста цен на хлеб, заявил министр сельского хозяйства ИОН Пержи в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что несмотря на то, что урожай пшеницы пострадал от засухи, продовольственная безопасность страны будет обеспечена. По расчётам Минсельхоза запасы пшеницы в Молдове составят 600 тысяч тонн. «Продовольственная безопасность обеспечена, потому что нам нужно 350-400 тысяч тонн пшеницы. Это количество рассчитано на население в 4 миллиона 200 тысяч человек. Поэтому причин для повышения цен на хлеб на данный момент нет», – подчеркнул министр. Правительство выделит фермерам, потерявшим урожай пшеницы, полторы тысячи леев за каждый гектар, пострадавшей от засухи. Аграрии смогут получить компенсации в течение двух недель после подачи заявления. ИОН Пержу сообщил, что заявки на получение финансовой помощи нужно подавать в агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. «Срок от подачи заявления и до получения средств составит не более двух недель», – сказал Пержу. Компенсации за каждый гектар составят от 1100 до 3800 леев. Они были увеличены после того, как правительство приняло решение выделить 300 миллионов леев вместо первоначальных 200 миллионов. Аграриям, чей урожай был практически уничтожен в результате природных бедствий нынешнего года. Деньги будут распределяться в зависимости от выращиваемой культуры и площади насаждений. К примеру, по 3800 леев за гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. В виноградаре получат до 3000 леев за гектар. По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев. Ячменя – 1530 леев. За пересев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев за гектар. А за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев. Производители гороха могут рассчитывать на 1100 леев.